Айо, с вами Трэнди, и это еженедельные новости каждое воскресенье в 11.00 по Москве у меня на канале. Людям вроде нравится, если вам тоже понравится, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. А то ролики как-то в среднем набирают тысячу лайков и все, и останавливаются. Это печально. Давайте хоть раз превысим эту планочку. По традиции разминочная новость. Я думаю, все слышали, что Алан Вейк там получил какие-то оценки. Я уже рассказывал, что многие предполагают, что он должен выйти на Nintendo Switch. Все указывает на это. Сначала там в Австралии получили рейтинг, потом еще где-то, потом Пеги дали рейтинг Алан Вейку. И вот сейчас ESRB дали рейтинг Алан Вейку ремастерит на Nintendo Switch. Алан Вейк ремастерит уже выпущен для большинства основных платформ. И многие фанаты определенно отметили отсутствие выпуска Switch-версии. Издательство Epic Games в настоящее время не делает никаких заявлений по этому поводу. И плюс к этому я бы хотел отметить вот особенно факт, что разработчик Remedy уже работал с оборудованием Switch в прошлом, выпустив Control на Nintendo Switch. Но это было сделано с помощью облачного гейминга, который в России как бы недоступен. И есть очень большая вероятность, что они снова повторят эту же историю и выпустят Switch-версию Алан Вейк ремастерит только в облаке. Если вы сильно ждали Алан Вейк, то я бы немножечко снизил ваши ожидания, как бы приготовился к тому, что вы в него просто не сможете поиграть. Но если реально завезут полноценный порт на Nintendo Switch игры десятилетней давности, что мне кажется не так уж и сложно, да, судя по тому, какие игры уже портировались на Nintendo Switch, то будет отлично. Я буду доволен. Игра очень достойная и мне бы очень хотелось увидеть ее полноценно на Switch, а не где-то там в облаке, где мы в России не сможем поиграть. Я думаю, что у многих бомбит из-за того, что Switch стоит, видите, дорого, почему там 300 баксов, 350 баксов OLED и все такие, ё-моё, куда столько платить. Потому что судя по утечкам, как бы Switch не стоит этих денег и Nintendo зарабатывает на продаже этой консоли. А видя цены на Алиэкспрессе, на комплектующие, сразу в голову приходит идея, а почему бы мне самому не собрать Nintendo Switch, выйдет дешевле. И в интернете как бы уже ходили байки, что так можно сделать, реально купить все комплектующие по отдельности и собрать Switch самостоятельно. И сделать как минимум не дрифтящие стики. И один пользователь Reddit под ником SwitchUp42, собственно, пошел этим путем. Он рассказал свою историю о том, что он давно хотел купить Switch, но ждал, когда Nintendo решит проблему с дрифтом стиков. В 2020 году он нашел статью с описанием самостоятельной сборки консоли. Геймер воспользовался ею, чтобы сэкономить и тщательно проследить за тем, чтобы в гаджете не было дрифтящих стиков. И в итоге SwitchUp42 заказал все детали на Алиэкспресс. При этом меньше 25% всей начинки было оригинальной. Но, несмотря на это, сэкономить у него не удалось. Ему вся эта конструкция обошлась в 600 долларов из-за всяких пошлин, стоимости доставки и необходимости покупать материнскую плату последней ревизии. В совокупности пользователь потратил около 600 канадских долларов. Оригинальная консоль в фирменном магазине стоит 380 канадских долларов без учета налога. Тем не менее, SwitchUp заявил, что не жалеет о своем решении и рад, что смог проконтролировать то, что у него не будут дрифтить стики. Но, зная цены на эти самые стики, на замену, можно было целый мешок вот такой вот купить этих стиков и хоть каждую неделю их менять на разницу в этой цене. Там пара стиков, получается 2 стика в наборе идет. Ссылочку оставлю в описании. По-моему, я их брал там за 300 рублей или около того. А разница у нас составляет 220 канадских долларов. И это у нас 12700 рублей. Не парьтесь, я все за вас посчитал. Если учитывать, что 2 стика будут обходиться в 300 рублей, вам хватит аж на 42 пары. Ё-моё, это реально надолго. А если смотреть на то, что у него получилось, то Nintendo Switch оригинальный кажется уже не такой отвратительной вещью. Да, свичи собраны из говна и палок, но тут все выглядит еще хуже. Так что это больше фан, забавы ради, чем реальный способ как-то сэкономить и улучшить свичи. Лучше уж пойти в магазин и купить даже OLED-версию, которая будет с хорошим дисплеем и немножечко исправленными стиками. И сейчас я вам об этом расскажу. Nintendo Switch с OLED-дисплеем комплектуются улучшенными джойконами. Сообщается, что в версию OLED кладутся новые джойконы с доработанными стиками. И в том числе и в новые свичи и новые свич лайты тоже кладутся новые стики. Ну как кладутся, устанавливаются новые стики. Все, что идет новыми партиями, оно уже улучшено. Но рассчитывать на то, что все, теперь дрифт побежден, теперь все идеально работает, супер классно, ну не стоит. Потому что Nintendo официально заявили, что дрифт победить невозможно. По их словам, дрифт стиков связан с износом деталей и будет присутствовать во всех версиях Nintendo Switch. Эта проблема была выявлена практически с самого выхода консоли в 2017 году, но широкую огласку получила лишь в 2019, после того, как люди подали коллективный иск на Nintendo. После этого уже компания стала бесплатно ремонтировать дрифтящие джойконы, а в июне 2020 года президент Nintendo публично извинился за неудобства. Сейчас новые джойконы и новые свитч лайты как бы комплектуются вот тоже немножечко прижимной силой, только бумажку они не снизу кладут, а как бы сверху такие две прокладочки, которые тоже прижимают дно стика как бы к пластмасске джойконовской и типа так меньше дрифтит. Это существенно увеличивает срок службы стиков, но бесконечно они так работать не могут, но тем не менее от всяких пылинок это защищает. Ну короче, кто первоначально услышал новость о том, что стики именно в OLED версии меньше дрифтят и хотели покупать OLED версию именно из-за этого, то не стоит. Сейчас все новые джойконы и в том числе лайты комплектуются новыми стиками, так что можете не заморачиваться и брать что угодно из новых партий. А еще сейчас я понял, что скорее всего китайцы как бы тоже скопируют вот эти новые стики, то есть в итоге вы на свою старую ревизию сможете просто на Алиэкспрессе заказать стики нового образца, подложить под них бумажку или приклеить там сверху какую-то прокладочку и все и у вас получатся стики как в новых OLED-ах. Еще один интересненький момент связанный с Nintendo Switch OLED, Nintendo расщедрились и поклеили нам защитную пленку с завода. Вы изначально ее можете не заметить, потому что она ну не такая плотная, не такая толстая, как отдельные пленки, которые продаются и ее не так заметно, но если приглядеться, то можно увидеть. И у многих может возникнуть желание отодрать эту пленку и поклеить нормальную. Так вот, Nintendo официально заявляет, что не стоит этого делать, лучше поклеить защитную пленку поверх этой пленки, которая идет с завода. Она наклеена там из-за особенностей OLED-дисплея, какие-то там заморочки с производством, что-то с особенностями именно вот этих матриц и так далее. Короче, отклеивать ее не стоит, даже если вы будете клеить какую-то защитную пленку, лучше сделать это поверх, даже стекло лучше поклеить поверх этой пленки. Так что, кто купил уже себе OLED, пришел домой такой, все, тут уже есть пленочка, не буду ничего клеить, я и так не очень люблю пленочки, но раз тут в мануале написано, что она уже наклеена и отклеивать ее не надо, ладно, оставлю. Нет, Nintendo Switch очень хрупкая вещь, лучше не надо рисковать, лучше поклейте еще одну пленочку, мой вам совет, потому что моя пленка лично вообще и сцарапалась об док-станцию просто в усмерть. Да, они немножечко поменяли конструкцию док-станции, но я думаю, что это не решило полностью проблему царапинной от док-станции, и тем более, как бы все равно лучше с пленкой, чем без. В конце этого месяца хиты из консолей Nintendo 64 и Sega Mega Drive появятся в улучшенной версии подписки Nintendo Switch Online, но многих до этого момента беспокоил тот факт, что в европейской версии эмулятора могут ограничить количество кадров до 50, не делая американские 60. Но Nintendo вышли такие и сказали, пацаны, не парьтесь, мы завезли вам 60 FPS на все эмуляторы во всех регионах, так что вы сможете с комфортом играть в 60 FPS, все четенько. И плюс к этому еще отдельные игры получат перевод на несколько европейских языков, так что не волнуйтесь, вы не получите заторможенные 50 FPS, а получите целые 60. Офигеть, какая разница, я не знаю, почему вы так переживали по этому поводу, я уверен, что большинство бы даже не заметило этого недостатка в 10 кадрах, хотя, может быть, там, ну, типа, в этих ретро-играх это сильнее заметно, но мне кажется, это какая-то надуманная проблема немножечко. Да, тем более, никто не будет пользоваться этой подпиской, кого я обманываю вообще, кому это надо? Вот Metroid Dread вышел у нас, у меня был обзор на него в предыдущих новостях, и кто не верит обзорщикам, которые говорят, что в игре все сделано отлично, картинка хорошая, FPS стабильный, все классно, Digital Foundry подсуетились и сделали анализ игры, где все наглядно показали. Они выяснили, что игра работает в 60 кадрах в секунду во время геймплея и 30 кадрах в катсценах при разрешении 900p в доке и 720p в портативе. Также команда отдельно отмечает качество проделанной работы над анимацией и светом. А еще, вот лично я не заметил, но, наверное, надо пользоваться OLED-ом и там играть в наушниках, может быть, как-то прислушиваться, но они отмечают, что это одна из немногих игр Nintendo, в которой есть объемный звук. И благодаря этому атмосфера передается куда лучше. Из маленьких проблем можно выделить только небольшие подтормаживания, которые возникают на долю секунды. Они не влияют на игровой процесс, но прощать их не стоит. Я, честно говоря, микро-подтормаживаний не заметил во время прохождения, но во время загрузок и загрузочных экранов я видел эти подтормаживания, да, они присутствуют. И кто не посмотрел предыдущие новости, кратко подведу итог под обзором. Короче, покупать игру можно и даже нужно, но на картридже. В eShop 5400 она явно не стоит. А если вы готовы пожертвовать там 500-600 рублей на перепродаже картриджа, то это идеальный вариант. 500-600 рублей игра 100% стоит, однозначно. Теперь что у нас по халявке от Nintendo, в «Попробуй игру». Европейцы у нас смогут опробовать Prizen Architect, если я правильно читаю, с 20 до 26 октября. Японцы у нас получат The World Ends With You с 18 по 24 октября. А Северная Америка получит у нас Jackbox Party Pack 6 с 13 и до 19 октября. По идее, по большому счету, типа, можете менять регион и пробовать все подряд. Вроде никаких ограничений в этом плане нет. Что вам больше всего приглянулось, то и пробуйте. Кстати, интересный факт, кто не знал, первый выстрел моего канала произошел именно благодаря Jackbox. Да, вот такой вот интересный факт, о котором, я думаю, мало кто знал. Я играл в Jackbox, ну, типа, у себя на канале стримил. Вот у Jackbox огромная комьюнити, которая ходит по YouTube, по Twitch и, типа, ищет, у кого можно поиграть. И, собственно, я стримил, играл, и там люди заходили, там по 10, по 15 человек. И в какой-то момент я решил запустить стрим до выхода ролика. И, типа, во время ролика попросить всех, кто находится на стриме, посмотреть этот ролик. И вы спросите, какой это ролик был? Правильно, это была первая подборка игр без Марио и Зельды. А YouTube работает так, чем больше людей посмотрит ролик в первые, там, полчаса-час, тем больше просмотров он наберет, типа, в итоге. Поэтому все, собственно, и просят ставить лайки, подписываться и, главное, ставить колокольчик на все уведомления, чтобы больше людей приходило именно в первые часы, ну, типа, выхода ролика. Так что, вот такая вот интересная история, о которой, я думаю, почти никто не знал. Монстр Ханта Райз и аддон Sunbreak не получат ни кросс-платформы, ни кросс-сохранений между ПК и Свитч-версией. По заявлению Capcom, супер очевидно, типа, они говорят, что не получается из-за технических сложностей. Офигеть, вот эта формулировка, спасибо, что все разжевали. Не то, что вам лень, не то, что это дорого, ну, нет, это просто технически сложно, мы глупые. Игру мы смогли сделать, а вот кросс-сохранение и кросс-сейвы мы не смогли сделать. Ой, кросс-плей и кросс-сейвы мы не смогли сделать. Конечно, кросс-плей можно оправдать, типа, сложностью сетевой инфраструктуры и тому подобное. Может быть, они реально не подготовлены и это реально требует каких-то супер затрат. Но кросс-сохранение это проще некуда. Просто подключите Steam Cloud и все, типа, и проблема решена. Это, конечно, звучит супер просто, да, и для меня это выглядит супер просто. Может быть, на самом деле это чуть сложнее, чем мне кажется. Но прикол в том, что энтузиасты, например, в Monster Hunter Stories 2, как бы своими силами запилили возможность кросс-сейва, правда, нужна прошитая консоль. Но это вообще не вызывает никаких проблем переносить сохранение туда-сюда. Если энтузиасты справились, в чем проблема огромной корпорации сделать это без прошивки, все четко по закону. Что вообще с вами не так? Безусловно, это не отменяет того, что Monster Hunter Rise это офигенная игра. Я не знаю, многие ворчали из-за того, что вот, на Nintendo Switch вышла недоработанная версия, на ПК это будет уже полноценная игра. Спасибо за бета-тесты и тому подобное. Но на самом деле, по мне, так это наоборот кайфово, что выпускают игру. И они же не прям супер-пупер огрызок какой-то выпускают, который надо обновлять с помощью DLC, там что-то докупать и так далее. Они же все это выпускают постепенно и не так уж и редко они это выпускали. И все это было бесплатно и создается такое впечатление супер-поддержки игры. И для людей, которые постоянно играют, я уверен, что есть задроты, которые вот если бы всю игру выкатили разом, они бы прям моментально налетели и моментально все прошли, а тут они наслаждались игрой гораздо дольше. Но судя по ситуации с кроссейвами, это скорее оправдывается ленью и неумением работать. Короче, не знаю, двоякая ситуация, Monster Hunter Rise отличная игра, ситуация неприятная. Еще одна неприятная ситуация сложилась вокруг No More Heroes 3. В интервью гейм-дизайнер No More Heroes сообщил, что к сожалению на данный момент никаких DLC в разработке к No More Heroes 3 нет и вероятно уже не будет. Конечно, может произойдет какое-то чудо и что-то поменяется, но пока вообще даже в планах такого нет. И еще одна очень грустная новость, связанная с No More Heroes 3, это то, что многие видели на карте огромную красную зону, которая типа закрытой и все думали, что именно она станет вот комплектом нового DLC, который когда-то выйдет. Но на самом деле эта зона изначально разрабатывалась, изначально уже была почти готова и они уже даже начинали ее тестить, но Nintendo Switch тупо не справляется с нагрузкой, которую дает вот эта отдельная зона. То есть масштаб игры слишком сильно нагружает консольку. Он конечно бы лично хотел добавить там и новых персонажей, и новые локации и тому подобное, но денег на это нет и Nintendo Switch не вывозит. И это говорит о том, что реально уже ну все, ну это конец, это прям конечная остановка, но Nintendo Switch уже не справляется даже с играми, которые специально под него затачиваются. Разработчикам надо очень сильно урезаться в своих фантазиях и так далее, что уже просто необходимо какая-то новая ревизия, новая версия, что-то наподобие Pro-версии, ну хотя бы что-то такое приближенное к Pro-версии, чуть-чуть улучшенное. Кстати, обо всех утечках, обо всех фактах, обо всех показаниях в сторону выхода Switch Pro я рассказывал в среду. Обязательно перейдите, где-то вот здесь сейчас всплывет подсказка, переходите, смотрите, обязательно можете перейти после просмотра этого выпуска новостей и посмотреть этот ролик, там реально круто. Там не всякая выдуманная чушь, что вот сейчас уже завтра выходит Nintendo Switch Pro 4K, бла-бла-бла, там ну реально факты и обоснованная информация, основанная на патентах, основанная на уже полученной информации от Nintendo Switch OLED и тому подобное. А вот откуда прилетели отличнейшие новости, это от Techland, разработчиков Dying Light показали новый трейлер, собственно, игры и там показали, что они активно использовали сенсорный дисплей при разработке, переработке вот этого вот ремастера Dying Light на Nintendo Switch. А значит, скорее всего, они не просто как-то перенесли игру, а немножечко заморочились, подумали, что-то там переделали, так что стоит рассчитывать на хорошую игру. Ждем какого-то отзыва от Digital Foundry, будем надеяться, что им дадут игру раньше ее выхода и уже на самом старте продаж мы будем знать, что от нее ждать. Пока что я уже на самом деле немножечко морально начинаю завышать свои ожидания, чего делать не стоит, и мне почему-то начинает казаться, что версия на Switch не сильно будет отличаться от версии на Xbox One, где игра выглядела, ну, откровенно так себе, и на Switch она будет выглядеть тоже так себе, да, получается где-то плюс-минус одинаково должно быть, только тут еще и какие-то доработки, там что-то подмутят, подкрутят и так далее. Короче, ждем мы ее 19 октября, в DNS уже имеется предзаказ физической версии, а вот цифровая версия может задержаться в Европе, если верить официальным комментариям компании. Не знаю, чем это можно объяснить, возможно на картриджах у нас типа золотая копия, там ну типа релизная вот это вот все, и там может быть какие-то баги и будут, а в цифровой версии уже патч первого дня завезут, и там будет все нормально, и скорее всего кто купит на картриджах, будет тестить и такой блин, ну и говнище, потом обновиться и такой, ну вроде норм. Так что не знаю, брать ли в самом начале или не брать, лучше конечно подождать, наверное, прям официального релиза в цифре тогда уж. Pokemon Co видимо обожает ломать надежды игроков, фанаты после разбора многих комментариев компании пришли к выводу, что Pokemon Legends Arceus не является игрой с открытым миром. Разработчики говорят о том, что показанная деревня из трейлеров это хаб игрока, где можно будет закупаться, там общаться с NPC и там подобное. После же вы не выйдете в открытый мир, а попадете на определенные открытые локации, и там уже будете ловить покемонов. И что в итоге мы можем из этого понять? А то, что новые покемоны будут больше не ботва, как многие надеялись, ждали, верили, при условии, что даже визуально она похожа. А скорее всего это будет монстр хантер какой-то. Короче, ждем игру 28 января, ожидать еще долго, только тогда мы окончательно 100% наверное поймем, что на самом деле представляет из себя игра. Если конечно, Pokemon Co не соизволит и не выпустит нам какие-то новые трейлеры и тому подобное. В Великобритании консоль Nintendo Switch OLED за первую неделю продалась большим тиражом, чем Nintendo Switch Lite. Согласно данным от GFK Entertainment, улучшенная версия консоли показала хорошие результаты продаж. Сама Nintendo эту информацию никак не прокомментировала. Вообще, прошлая неделя стала для Nintendo 14-й самой крупнейшей по продажам. Обычно вот эти супер-пупер продажи приходятся на Рождество, Новый Год и Черную Пятницу. Тут же они показали просто вообще без всяких праздников, отпусков и тому подобное огромные продажи. Что не может конечно не радовать компанию Nintendo и не злить всяких хейтеров, которые говорили, что Nintendo Switch OLED это говно, которое никому не надо. Кому нужен этот обновленный дисплей? Дайте нам обновленную консоль полностью, мы хотим Switch Pro и так далее. А этот OLED никто покупать не будет. На самом деле, я уверен, что все мы смеялись на старте, когда только презентовали эту модель, но потом как-то настроения поменялись и вроде все довольны. Вот видите, все обновляются, все покупают и в огромных количествах. Олег вообще взял на себя 70% от общей суммы продаж консолей семейства Switch. Она уже заняла 7% от всех продаж в Великобритании за 2021 год. Ну короче, там вообще какой-то космос по цифрам, денег дофига. Да, в Великобритании вообще в принципе очень любят Switch, а остальные регионы не так активно публикуют вот всякую такую крутую статистику. Хотелось бы знать вообще по всему миру, что там происходит с этим Олегом. Пользователь Reddit под ником GTA Cheaterman опубликовал подробности переиздания GTA 3, San Andreas и Vice City. Конечно, все, что я сейчас вам перечислю, вы можете воспринимать с определенным скепсисом, но тем не менее это хоть что-то, хоть какое-то представление создает об играх. У героев наконец-то появятся пальцы. Лицевая анимация будет улучшена, но она будет выглядеть странно из-за низкого качества самих моделей героев. Геометрия карты останется один к одному с оригиналом. Из-за увеличенного разрешения текстур и нового освещения, игры выглядят намного лучше. Появятся динамические повреждения автомобилей, как в GTA 4 и 5. И как бы выясняется, почему был выбран Unreal Engine. Да, потому что на него просто легче было перенести все ассеты из-за оригинального движка RANDWARE. Собственный движок Rockstar не обладает подобными возможностями. А недавно слитая цена в 60-70 евро, вот оно гуляло все по интернету, все такие офигеть, это что будет 6400 что ли? Но говорят, что вроде как это просто заглушки на сайтах, все просто ждут официальной цены, которая будет скорее всего 40 евро. Но я почему-то все-таки склоняюсь в России к цене в 5300. Вот у меня такое предположение, ну либо 4000. Но все это догадки, не обращайте внимания, по факту мы увидим цену только когда Rockstar сами ее объявят. Но нацеливайтесь, что это не будет супер дешево, там за 2000 вы игру точно на свитч не возьмете. На другие платформы да, возьмете, возможно всю трилогию на свитч нет, это будет дорого, 100%. На программном уровне игры переделаны с нуля, чтобы они корректно работали на современных платформах. У стрельбы есть режим свободного прицеливания и автоматического прицеливания, напоминающий четвертой и пятой части, а также классический режим со странными элементами управления. И казуальности немножечко добавили, знаете, типа новые игроки не любят играть в старые игры, там слишком сложно, ну его нафиг. Поэтому проваленные миссии можно будет перезапускать, сначала миссии, а не ехать откуда-то фиг знает откуда. А на длинных миссиях вообще появятся чекпоинты, ё-моё спасибо, сломали классику. И также он подтверждает, что релиз состоится скорее всего в следующем месяце, а до этого инсайдеры говорили, что это будет 11 ноября. А тем временем интернет заполонили ролики превью о старых новых играх покемонов Brilliant Diamond и Shining Peer. Там все, кому дали игру, расхваливают её со всех сторон, говорят, что оно и для новичков, и для ветеранов серии подходит. И вообще это космос-бомба, невероятно лучшая игра столетия 40 из 10. Там какие-то улучшенные подземелья с укрытиями, которые не будут доступны более нигде. Возможность поймать более одного огненного покемона в начале игры, и ускорение схваток с пропуском анимаций. Короче, вообще там, ну там наворотили, офигеть сколько обновлений, лучшая игра. А заодно сообщили, что Pokemon Home заработает с игрой только в 2022 году. Короче, надеемся, что игра получится хотя бы хорошей, потому что, ну, недаром Pokemon Co ставит на неё такие ставки. Они даже пытались подсадить людей из СНГ на покемонов, продавая их с огромными скидками в розничных магазинах. Там типа, MVideo, DNS, Eldorado и бла-бла-бла. Вот, там целый месяц висели скидки на Pokemon Sword and Shield и Pokemon Mystery Dungeon. Блин, я даже не знаю, хорошо, что они столько вкладывают в маркетинг этой игры или плохо. Типа, игра получается отстой, и они хотят это закидать бабками, или игра получилась реально классной, и они просто хотят её лучше продвинуть. Вот это большой-большой вопрос. Короче, ждём, что там получится, не знаю, мне игру пока не давали. Ну что, главная новость недели. Состоялся Animal Crossing Direct. Вот, вот совсем недавно я записываю отдельно, соответственно, потому что я бы тупо не успел всё записать разом. Рассказываю. По самому Animal Crossing, там особо вообще ничего интересного нет. Всё, как бы, ну, чё-то добавить. Там добавили кафеш, вот МДБ или круизы на моторной лодке Кэпна. Там добавили остров Харви, которому можно будет сделать пожертвования, открывая дополнительные магазины и активности, вроде парикмахерской и гадалки. А также добавлена мини-игра с групповой гимнастикой. В ней может участвовать игрок с помощью джой-кона. И так ещё по мелочи, там увеличен максимальный объём хранилища до 5000 предметов, там ещё что-то. Ну, по сути, типа обычные обновления в Animal Crossing, я не заметил ничего такого сверхъестественного. Прям офигеть, за что бы я мог зацепиться. Выходит, это у нас 5 ноября. Но на этом же Директе объявили о том, что выходит платное DLC для Animal Crossing. И его полностью посвятят курорту, где можно будет осуществлять мечты посетителей, отстраивая для них идеальные дома. Ну, типа какой-то аналог Симса немножечко. И там у вас будет место на архипелаге островов, размер и дизайн интерьера, положение стен и обои, аудиосопровождение, дизайн участка, от мебели до деревьев, дорожек и погоды. Вот там уже выглядит всё как-то помасштабнее, всё покруче, но это и, собственно говоря, платно. Стоит 2249 рублей. Предзаказ откроют 29 октября. Но тут они объявляют, что это дополнение будет бесплатное для пользователей расширенной версии Nintendo Switch Online. И объявляют цену на этот Nintendo Switch Online с расширенным паком. Сейчас вот, пожалуйста, сядьте, если стоите, лягте, если сидите. Индивидуальное членство на 12 месяцев 4000 рублей, а семейная подписка 6288 рублей. В то время как обычное членство стоит 1399, а семейное 2500 рублей. Вы мне объясните, там эти японцы совсем с ума сошли, совсем с ума сошли. Они добавляют в эту расширенную подписку у нас только игры с N64, с Sega Mega Drive и вот это вот платное DLC для Animal Crossing. Типа уже входит в стоимость. И за это они просят на одного человека 4000 рублей. Microsoft вам за эти деньги предлагает Game Pass Ultimate, в котором больше 100 игр как бы входят в эту подписку. Sony за 2500 предлагает 2 или 4 игры в месяц бесплатно и плюс к этому еще скидки на игры дополнительные в магазине. В это время Nintendo просит 4000 рублей за просто старые эмуляторы, которые на телефон можно скачать бесплатно. Уже другой вопрос, где ты будешь брать дампы, типа да ты должен официально покупать игры и переносить их, но тем не менее сами эмуляторы бесплатны. Тут же тебе надо платить 4000 в год. Да, безусловно, если вы там с корешами будете скидываться, у вас будет выходить дешевле. Если покупать в сообществе за семья, у тебя будет выходить 900 рублей эта подписка. Ну там плюс-минус, я не знаю сколько он там цену поставит на нее. Вот у меня возникает вопрос, кто ее даже за 900 рублей в год будет брать. За 2 дополнительных эмулятора платить 900 рублей в год, вы с ума сошли что ли? А многие люди боятся брать в сообществе ВКонтакте, а у некоторых вообще нету ВКонтакте, в стране забанена она. И возникает вопрос, что людям делать? Ну реально не у всех есть там 8 корешей, 7 корешей, с которыми можно взять эту подписку, чтобы было ну хоть чуть-чуть адекватно. Вы просто сравните 4000 рублей, 2 эмулятора и DLC для Animal Crossing или Game Pass Ultimate, который стоит, даже если его брать официально, там 10 тысяч, ты его берешь на двоих с другом, но одного друга ты точно найдешь. Типа за 10 тысяч, а получается 5000 Game Pass Ultimate, если официально в магазине пойти и купить Game Pass Ultimate. Боже, как у меня бомбит, это вообще кошмар какой-то, ну реально, ну это уже ни в какие рамки не лезет. Я до этого говорил, что ну никто не будет брать этот расширенный пак с Nintendo Switch Online, потому что он по факту никому не нужен. А когда я увидел цену, у меня просто глаза на лоб полезли, а ну точно за такие деньги никому нафиг не надо будет. Я думаю то, что даже где-то в Европе люди сильно подумают, платить ли за этот расширенный онлайн или нет. Да, там какие-то инсайдеры сообщали, что вроде Perfect Dark будет в Nintendo Switch Online вот в этом расширенном до конца года. Может быть они еще что-то туда прикрутят, но это офигеть как дорого. Это дороже, чем у Sony и тем более дороже, чем у Майков. Единственное, как может оправдаться цена такой подписки, это реально скидки дополнительные именно на эксклюзивы Nintendo. Вот тогда я думаю, блин, такой приток будет к этой подписке, если они хотя бы там 10% скидки сделают на игры Nintendo для обладателей вот этой Nintendo Switch Online. Тогда да, тогда, блин, народ просто штабелями туда уложится, чтобы только получить скидку 10%. А других вариантов, почему ты должен оформлять эту подписку, я вот лично не вижу. Объясните мне в комментариях дураку непонятливому. Ну и давайте, что у нас тут по скидочкам на этой неделе. Во-первых, у нас Tetris Effect Connected продается со скидочкой в честь выхода 2700 рублей. Игра стоит скидка на нее 25%, да, 21 октября. Дальше у нас опять продаются Asterix и Abelix XXL3 со скидочкой, с очень хорошей скидочкой, 80% 525 рублей игра стоит. По мне так круто. Также у нас на Contra есть скидочка, не знаю какая из них лучше, одна 2D-шная с видом сбоку за 374 рубля. Другая 3D-шная, вид сверху, за 300 рублей со скидкой 90%. Но я бы больше доверял Contra Adventure Collection, она хотя бы, ну мы знаем, что это такое. Также от себя могу посоветовать Void Bastards. Игра так-то прикольная, я ее сам тестил, играл, классная. Потому что мне ее под подборками без Марио и Зельды очень много кто советовал. Говорили, ну супер игра, типа залипаем, классно. Там, я не знаю, ну человек 15-20 так точно рекомендовали. Так что и вам советую присмотреться. 1124 рубля игра стоит. И самое классное, что в ней есть русский язык. Ну ладно, не самое классное, но огромный плюс. Самое классное у нее это визуал. Ну ладно, еще вам посоветую SteamWorld Dig 2. Оно как бы стоит недорого. 559 рублей, скидка 60%. Все классно, но игра старая. Я думаю, уже многие в нее играли. Но тем не менее, я решил все-таки сказать об этой скидке. Ну как-то так, на этой неделе у меня все. Если новости вам понравились, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, а также на соцсети в описании. И главное, на страницу на Boosty. Ссылка тоже в описании. А на этом у меня все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok